Доброе утро, друзья! Я еду к Умушке, договорилась на покраску, на стрижку. Сейчас время 9 часов, мы договорились на полдесятого. Заказалась такси, жду на улице. Вот так вот, пасмурно, но очень тепло. Ветер стих, и я стою, мне прямо аж в пуховике жарко. Почистили уже клумбочки, ирисы, зеленеют новые побеги. В общем, еду. Ветер стих, ирисы, зеленеют новые побеги. 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 Я в кумушке же пришла. А здесь вот женщина занимается изготовлением мыла. И вот это вот такие красивые букеты. Это букеты из мыла. Представляете? Это ж вот нужно так красиво сделать. Вот этот вот мне особенно нравится. Бесподобный. Они, походу, еще и ароматизированные. В общем, спросила. Каждый цвет, какой-то аромат. Вот эти вот красивенькие. Прям, я не знаю, людей талант. Ну что, я приехала домой, и вспомнила. У меня в комментариях спрашивали, что с картиной. Картина никуда не делась. Вот она. Она как была, так и есть. Я не поняла, почему у меня вообще спросили по этому поводу. Задали, вернее, вопрос по этому поводу. Я, когда приезжал взять, его просила, чтобы повесил картину, если будет время. У него времени такого не было. Дополнительно приглашать кого-то у нас минимум 700 рублей час стоит. То есть, даже если человек приедет и повесит только одну квартиру, ой, квартиру, картину, мне нужно будет заплатить 700 рублей. Я пока не готова платить такую, ну и на тот период не была готова платить такую сумму. Поэтому буду ждать, когда зять приедет еще раз. Вот, это первое. Второе. Пока она стоит здесь и мне как бы не мешает. Вот здесь у меня еще стоит моя кнопочка за YouTube, да? Что тысячу, ой, тысячу, сто тысяч. Здесь у меня маски сразу при входе беру. Вот, приготовила рагу для кошечек. Не всегда вспоминаю, но ложу на видное место, чтобы когда выхожу, брать это рагу и кормлю по пути. Ну, как я уже сказала, не каждый день это происходит, но иногда кормлю. Вот, так что картина у меня никуда не делась. У нас отключили отопление. Поднялся опять ветер. Не знаю, слышно вам, как он дует. Да, пишите вы мне в комментариях о том, что не помните такого ветра раньше. Может, мы не обращали внимания на это. Но лично у нас всегда был ветер. Вот я и жила в той квартире, там ветер был, но, скажем так, после того, как я застеклила балкон, там не свистело. Но здесь, получается, пока балкон в таком состоянии, конечно же, наверное, будет свистеть. А детки идут с колледжа. На улице тепло. Прямо что называется тепло. А мне так вообще жарко. А сейчас, я вот уже сказала, у нас отключили отопление. Там делают ремонт. И до вечера не будет отопления. В квартире прям замечательно. Конечно, это потому, что она не настыла. Если сейчас отключить отопление, то, конечно, станет холодно. Но у меня и осенью не было холодно, по той причине, что, видимо, не боковая квартира, и как бы она у меня посредине не так выхолаживается, скажем так. Поэтому у меня было вполне комфортно. Это первое. Второе. Солнце светит. Когда солнце светит, у меня вообще жара. Вот. Так. У меня здесь опять бордель, да? На столе. Ну, классический беспорядок. Это рабочий процесс, да, у меня. У меня здесь как лежало, так и лежит все. Ну, это вчера я себе купила немножко конфеток. Отломи мои любимые, самые любимые конфеты на сегодняшний день. Вкуснее их для меня еще не придумали конфет. Просто, я не знаю, я в восторге. Хорошо, что они есть в магазине. Я не так часто, ну, как, неправильно я выражаюсь, я уже говорила и говорила неоднократно, что у меня нет такого, чтобы я прям села, как некоторые мне говорят. Ой, сколько будет лежать на столе, столько буду есть. Я вот вчера три штучки принесла сюда, одну с чаем скушала, две лежат. Ну, вот одну в день, там, ну, максимум два в день, две в день съесть с чаечком. Ой, как же свистит у меня в окно, в этот, в окно. Вот здесь я сделала расчеты на бабушкину кофту, расчеты сделала. Осталось только начать. Но пока у меня нет почему-то желания. Я вчера довязала одну сторону, вязать прекратила рано. Ну, как бы я себе не ставлю, вот сегодня я должна там связать, к примеру, рукав, да. Вот должна я там то-то, то-то. Я себе таких планов не делаю. Захотелось мне вязать, я связала. Не захотелось, не связала. Вот. И сейчас, тем более в наше время, я считаю, что нужно делать все в удовольствии. Вот. И вот так у меня будет обвязка. Мне там написали, что Ира, может, белую не нужно. Вы знаете, я вообще планировала эту обвязку, чтобы она у меня гармонировала вот с этой. Понимаете, что у меня здесь идет вот такой, вот такой, вот такой цвет, да. И здесь у меня также идет, да. Такой, такой и такой. Или я задом наперед сделала. Нет, правильно. А зачем я вот эту провязала? Неважно. Короче, сделала обвязку вот такую. Наверное, придется перевязать. Надо было после вот этого желтую, а я почему-то еще раз рыжую провязала. А не знаю даже почему. Хотя, может, пусть и остается. Ну, в общем, посмотрю. Вторую сторону буду обвязывать. Посмотрю, как это будет выглядеть. Я начала уже обвязывать и вторую сторону. Ну, в общем, там с боково, но и не так и будет и заметно. Потому что все равно с напуском чуть-чуть на бока будет. Я специально так сделала. У меня то не хватало, то чуть-чуть будет с напуском. Ну, по идее, так и должно быть, да. Чтобы не тютелька, там, допустим, 2 метра у меня, а там 2,05, к примеру, 2,10. Вот. Так что по пледу вот так. Потом еще вам раз покажу уже на диване в целом виде. Я уже вам с ним надоела. Хотя некоторые мне говорят, нет, Ирина, вы нам не надоели. Это первое. Второе. Все больше новых и новых подписчиков ко мне приходят. приходят с разными мыслями на мой канал, пишут разные комментарии. И я вам очень и очень благодарна за ваши замечательные отзывы о пледе. Мне он сам нравится. Я просто в восторге. Если вы помните, когда я начинала вязать его, я говорила, начну и, скорее всего, что свяжу его уже в следующем году. А вы видите, как у меня вдохновение прет на пледы. Я, может быть, сегодня довяжу бок. А может и нет. Не знаю. Ну, как я уже сказала, планировать не буду. Как свяжется, так и свяжется. У меня сегодня какое-то такое раздрайное настроение. И что-то как-то мне не вяжется. Но, вы знаете, как сказать... Моя муза не дает мне покоя. Чтобы новенькое начать, да. И я уже показывала вам вот навязанные заготовки. Назову я это так. Я планировала связать типа жилета. Это кавказская троечка. Связана платочной вязкой. И обвязана черной пряжей, крючком. Я планировала связать вот таким образом, как я связывала свой плед, который у меня на кухне. То есть, обвязать черной пряжей и соединить вот здесь крючком. В принципе, выйдет неплохо. Но, 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 на тот момент, когда я их вязала, у меня прям эта идея была в голове просто вообще, скажем так, зашкаливала. Мне хотелось связать, например... Ну, вот тут, к примеру, будет половинка, да, вот так вот, квадратная. Потом обвязочка. И что-то я перегорела на тот момент. Но сейчас я вернулась к ним сегодня. Вот мне в комментарии написала одна подписчица. Ирина, когда вы покажете нам свой балкон? Хотелось бы посмотреть, что вы как не выйдете на балкон, так вынесите какие-то запасики. Ну, пока я не готова вам показывать свой балкон, потому что, во-первых, после зимы, вы сами знаете, когда не благоустроен балкон, не утеплен, то там не совсем у меня порядок, скажем так. Надо, конечно, навести. Я жду, когда станет потеплее. И чтобы там подубирать, и тогда я покажу. Это первое. Второе. Просто у меня в контейнерах на балконе стоят или лежат всякие мои недовязые или долговязые. Не знаю, каким образом это все назвать. Вот. Ну, вы поняли. У меня навязано довольно-таки много таких квадратиков. Я могу подвязать еще, потому что у меня такая пряжа освободилась. Эта пряжа, если вы помните, я вязала есенья, да, енисия, енисия, кардиган енисия, я его распустила. И, в общем-то, у меня таких квадратиков много. Ну, насколько много. Вот я смотрю, они почему-то у меня разные. По размеру, хотя я одинаковый набор делала. Здесь 30 петель и связано рядом, наверное, 30. Я точно уже не могу сказать. Более того, я пробовала вязать. Это вот кардиган Денисия, да. Вот образец на этот кардиган я вязала. Его тоже можно распустить и связать вот такой. А это тоже я вязала образец из этой пряжи. Но, хочу сказать, косит немножко, да. Немного видно, что косит, но, может быть, это... Вот даже видно, что этот угол выше, этот как бы ниже. И также с этой стороны, видите, косина. В платочной вязке ничего не косит. Ну, тоже можно распустить и связать именно платочной вязкой. Что с него, с этих квадратиков связать? Вязать, допустим, еще там плед или еще что-то. Я уже не хочу. Именно с этих квадратов. Это, я не помню, по-моему, сказала, что это кавказская пряжа троечка. Именно троечка. Вязала на спицах номер 7. Понятно, что во время носки вот это все вытянется. Будет вытягиваться под тяжестью. Ну, с другой стороны, ну и что, и пусть, и пусть. Может мне жилец связать такой вот длинный. Ну, видите, проблема в чем? В том, что у меня нестандартная фигура. У меня же получается в обхвате по груди 125, а по бедрам 145, 20 сантиметров разница. Я вот сколько не смотрю, какие мастер-классы и все остальное. Мало того, что размеры маленькие, так и у них там проще простого вязать. Что там у них, что по бедрам, что по груди одинаково. Можно обыкновенно, без прибавок вязать. Это очень замечательно. Ну, кому повезло. Мне тоже повезло иметь такую фигуру. Ну, что ж теперь сделаешь. Зато, как говорится, не дает атрофироваться мозгу. Постоянно мысли в движении, как сделать то и как сделать это. И может быть, может быть, соединить вот эти две детали. А по бокам тогда связать прибавки вот так вот. Ой, ну, нужно, в общем, заморочиться, подумать. Надо подумать. И зато у меня, конечно же, будет индивидуальное изделие. И вот я сижу, и уже я не знаю, сколько времени. Вот я пришла где-то часа в два от кумушки. И сходила, вышла на балкон. На глаза мне попался этот контейнер с этими квадратиками. Я такая думаю. А почему бы мне, раз мне сейчас хочется вязать, по-любому я могу сейчас сделать обвязку. Обвязку делать вообще пять минут. Что тут по бокам? Она вяжется очень легко и просто. По краям, по бокам. Так, ну, в общем, надо подумать. Вот, если бы у вас такие квадратики были, что бы вы себе связали? Ну, я хочу сказать, что вот когда я показывала свои залежи схем, да, и разных идей, мне некоторые там написали, что, ой, Ирина, вот как бы вдохновили меня. Теперь я себе свяжу с бабушкиного квадрата. Что-то, не знаю, может быть, еще в интернете посмотреть, прямо вбить, что вязание из квадратов. В общем, надо подумать. А то, может быть, опять отложу в дальний угол. Вот, понимаете, дело в том, что я уже неоднократно говорила, что вот что-то пошло не так, я отложила. Задумка у меня есть, у меня прям запал был. Я вот это вот сидела их вязала. Тут довольно-таки вот, представляете, это можно сказать, что если, допустим, изделие на 44-42 размер, как некоторые вяжут, так тут уже связано все. Вот, и потом что-то пошло не так, я отложила. И вот каждый раз я вытягиваю что-то, да, думаю, ага, а не взять ли мне его и довязать? Вот, а потом мысли не приходят, как это все дооформить, откладывая опять долгий ящик. А потом вдруг озарение приходит. Так у меня бывает часто. Вот, допустим, тот, кто меня знает, так было с пледами, да. И мне там многие писали, Ира, когда вы довяжете, Ира, когда вы довяжете. А вот как бы не шло, а вот сейчас пришло. Вот. Вот сейчас не хочется почему-то плечевые изделия вязать. То у меня, как на раз-два, я все это начинала, вязала. И, опять же, очень много в голове всякого. И никак, никак меня не подхвачу эту струю. Ну, может быть, и не надо пока подхватывать. Ну, вот такие у меня мысли на сегодняшний день. Я начала смотреть новый сериал. Он мне, конечно, зашел. Но я не то, что зашел. Неправильно я как-то говорю. Ну, знаете, как есть такие сериалы, которые, ну, можно посмотреть один раз, да. И они тебя не... Ну, скорее всего, что не цепляет, да. Так, что ты прям ждешь. Ой, быстрее быть там что-то сделать и прибежать, и досмотреть. Как я некоторое посмотрела на одном дыхании. Но это, может быть, еще и от настроения зависит. Поэтому неважно. В общем, ладно, дорогие друзья, готовить я сегодня ничего не буду. У меня тоже нет желания. Тем более, что я вчера сходила в магазин, купила хлебушек. У меня есть и котлетки, которые, как бургерные. Ну, для бургеров я могу бутерброд любой сделать. Ну, и можно... Там у меня есть еще и пельмешки. Короче, приготовить есть из чего. Не хочу еще раз сказать, что не устаю удивляться тем людям, которые пессимисты, да. Я вот хочу сказать, что если вы смотрите меня уже не первый день, неужели вы не понимаете, уже не сложили мнение обо мне, что вам со мной просто не по пути. Если бы я поддавалась вот таким паническим каким-то настроениям, шла на поводу каких-то своих депрессивных настроений, да, я бы, наверное, в своей жизни ничего не добилась. Говорят, когда закрывается одна дверь, да, открывается другая. Поэтому, ну, мы, вот, опять же, возвращаясь в комментариях, одна подписчица мне написала, что вот мы там переживали очень многое, в один день проснулись, и вместо одного нолика появилось три нолика. В общем, и так далее. На самом деле это так. Наше поколение столько в нашей жизни и перестройку пережили, и невыплату зарплат, и многое-многое другое. Конечно, мы не знаем, что завтра ждёт. Конечно, пугает неизвестность. Я такой же человек, как и вы. Но если вы будете поддаваться вот таким паническим депрессивным настроениям, я не знаю, что вам и от этого легче, что ли, станет. И вот, опять же, возвращаясь к комментариям, хочу сказать, зачем вы пишете мне на моём канале, что мы скоро ничего не купим за эти фантики, скоро в магазинах ничего не будет, скоро то, скоро всё. Да вы что, какие-то провидцы, ясновидящие или ещё что-то, что вы знаете, зачем об этом не писать? Я ведь не призываю ни к чему. Я ведь, ну, как сказать, не хочу никаких обострений или ещё что-то. Я показываю свою жизнь такой, какая она у меня есть, как у меня проходит день за днём. И я не знаю, друзья мои, я вас просто вот прошу, тех, кто мне вот такое пишет, не пишите мне, пожалуйста. Вы же видите, что я просто удаляю такие комментарии, и потом вы обижаете, что почему вы удалили мой комментарий? Ну, потому что я не хочу таких настроений на своём канале. У меня канал простой, доброжелательный. У меня, конечно, бывает и плохое, хорошее настроение, всякое. Но я хочу, чтобы вы и я получали только положительный настрой на моём канале. Поэтому, извините меня, удаляло и удалять и буду. Дорогие друзья, ещё раз всем желаю только всего самого хорошего. И, ну, как сказать, только наша вера нас, наверное, спасёт. Кто бы ни был, любой разумный человек, он всегда верит во что-то хорошее. Да, я не знаю, как вообще живут те люди, у которых всегда что-то не устраивает, которым всегда всё чёрное. Я не представляю лично. Я бы так не смогла жить. Здоровья вам, мои хорошие. Лёгких петелек, если вы вяжете. Ну, и я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.